Да что ж такое? Неудачница. Как ты сказал? Я сказал неудачница. Целыми днями носишься по чужим квартирам, никогда тебя дома нет. А зарплата копейки. Было бы из-за чего так напрягаться. Кит, как ты можешь? И в школу я сегодня не пойду. И делать эту тупую биологию я не буду. С каких это пор она стала тупая? Мама, я сто раз рассказывал про биолога. Он же полный отстой. Ну, впрочем, чего это я? Ты же все равно меня никогда не слышишь. Ты же опять побежала. Кит, у меня прием. Меня больные ждут. И я жду, когда у тебя появится время на собственного сына. Ладно, я пошел. Кит, ты куда? Не поверишь, в школу. Кит, ты куда? Кит. 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 Кит, я уже все разложила. Много сегодня? Ну, как обычно. Но зато опять Лосев. Сюрприз. Господи, ну что на этот раз? Ой, то, что ты копал в очередном томе медицинской энциклопедии. Просто ему скучно. Вот и все ответы. Симулянт. С тобой все в порядке? Тебя кто-то расстроил? Да кит. Школа опять? В том числе. Знаешь, как он меня назвал? Неудачница. Почему? Поэтому. Ладно, я побежала. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина Алексеевна. Вы опять к нам? К вам. К соседу вашу. К Лосеву, что ли? Да. Загонял он вас. А так и не скажет, что больной. А как вы себя чувствуете? Хорошо, что вообще себя чувствую. Мне так не годится. Надо отслеживать с вашим диабетом. Как вы всех помните, Марина Алексеевна, ведь столько же народу. Просто работа своя люблю. Всего доброго. Не болейте, Лизавета Петровна. Ну, пульс у вас сейчас нормальный. Вот именно сейчас точно сказано. А у меня приступами. Тахикардия страшная. Сердце бьется. Вот-вот выскочит. И все. И страх. И холодный пот прошивает. Вот, пожалуйста. Мы с вами делали кардиограмму. Три дня назад. Все в порядке. А я вам говорю. Приступы. Хватит мне голову морочить. Я к вам больше не приду. Меня серьезные пациенты ждут. Те, кому действительно нужна моя помощь. А вы просто внимания хотите. Начитаетесь про очередную болячку и начинайте в поликлинику звонить. Вы меня совсем замучили. Так вы что хотите сказать? Я симулянт? Угадали. Именно это я и хочу сказать. Так, а как это? Ах вы. А еще врач. Вот потому что врач. Мое время дорого. А оно нужно настоящим больным. Не дай вам Бог остаться одной. Тогда вы точно узнаете, что такое время. И как болеть здесь. Будьте здоровы. Это ж зачем заводить такую агрессивную собаку? Она ж на всех кидается. Неправда. Ничего она не агрессивная, если голос не повышать. Это ее пугает. А вы мне не указывайте. Ваша собака налаяла на мою. И набросилась на нее. Жуля, жуленька. Слушайте, вы первые подошли со своим псом. Лайма просто не хочет играться. И вообще, в чем проблема? Давайте просто закончим этот разговор, и каждый пойдет своей дорогой. Нет уж, погодите. Вы от меня так просто не оденетесь. Какой хозяин, такая и собака. А почему она у вас без намордника? Я вот сейчас, как позвоню в полицию, ай, ай, она меня укусила. А, Мессу, зачем вы меня трогаете? Собака будет защищать, это нормально. Ее надо усыпить, вашу собаку. Она опасна для общества. Что вы несете, это вас усыпить надо. Что? Вы на людей бросаетесь. Так, минутку, покажите место укуса. Да, вот, доктор, посмотрите. Да ничего там нет, не выдумывайте. А вы крепче держите свою собаку на поводке и наденьте на нее намордник. А я что говорила? Так, а вы идите в поликлинику и сдайте кровь. Хорошо, доктор. А у вас собака привита от бешенства? Собака-то привита. Вы на что намекаете? А я не намекаю, я прямо говорю. А я заявлю, заявлю в полицию, и доктор подтвердит. Так все, уводите свою собаку. Психопатка. А вы пойдемте со мной, я обработаю вам на всякий случай руку. Тема с географическими гаджетами реально зашла. Зато теперь можно контурные карты не рисовать. Ага, тема реально грамотная. Что, Ритку высматриваешь? Типа. Слушай, ты завязывай. Она с тобой не будет. У нее знаешь, кто парень? Не знаю. И мне это, честно, по барабану. Я сам с ней решу. Ну все, пока. Давай до завтра. Пока, до завтра. Привет, Рит. Привет. А пойдем сегодня в Галле-Халле. Там ребята на гитарах сейшен играть будут. Будет нереально круто. Круто, пошли. Обожаю гитары, ты же знаешь. А я тебе что говорил? Это четыре из какого класса? Из одиннадцатого. Понятно. Понятно, что надо искать общие интересы. Если ты хочешь с ней встречаться. Вот она что любит? Рок. Она поет. Ну вот и про гитары сказала. Рок? В реале? Черт, почему меня мать музыки не учила? Сейчас бы я сбацал. А по ночам на балконе вы вместе бы пели рок. Ромео. Пожалуйста. Да не надо мне ваших настоек. У меня голова болит, а вы мне успокоительная. Потому что у вас просто невроз. Отсюда и боли. Чистая психосоматика. Вы хотите сказать, что я истеричка? Вам нужно заняться каким-то делом. Идите на работу, не сидите дома. Или придумайте себе какое-то хобби. Главное занять голову. Это ваши врачебные рекомендации. Очень мило. А мне говорили, что вы лучший специалист в поликлинике. Да что там в поликлинике? В районе. А вы? Вы? Да я на вас жалобу напишу главврачу. Специалистка. Успокоительная она мне рекомендует. Пишите. Нет проблем. И пожалеете об этом? Еще очень пожалеете? Это что сейчас было-то? Марина! Ну, тихо, тихо, тихо. Ну, что ты? Ну, все хорошо. Все нормально. Не обращай внимания. Она вообще неадекватна. Да при чем тут она? А что? А что случилось? Все, все случилось. Господи, как я устала. Никита, бег по кругу. Даже, даже пожаловаться некому. Как? Мне? Мне пожаловаться? Нет? Марина, все эти проблемы только от твоего одиночества. Тебе нужен мужчина. Это очевидно. Ты серьезно? Абсолютно. Давно у тебя никого. В смысле? Ну, ну. А. Так, ладно. Я знаю, что нужно делать. Я тебя познакомлю. Зоя, не начинай. Прошу тебя. Нет, 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 нет. Послушай меня. Послушай меня. Зоя, давай после приема, а? Все, давай. Там полно народу. Давай, вызывай следующего. Ну, как хочешь, раз ты самая умная. Зоя, может, ты и права. Знаешь, давай. Что давай? Ну, познакомь меня. Ты серьезно? Серьезнее некуда. И правильно. Никите нужен мужчина рядом. А тебе внимание, забота, поддержка. Да не агитируй меня, я же согласна. Угу, попробуйте. Ой, Зоя, ты выбрала не ту специальность. Твое призвание сваха. А вот и смейся, смейся. Я, кстати, уже думала. Вот выйду на пенсию, буду заниматься хорошим телом. Людей соединять. А что, здорово. Так, завтра оденься как-то поэлегантнее. Прямо завтра? А что ты хотела? В следующем году? Вкусно. Ты в детстве все время просил сделать тебе пюре, как в садике. Домашнее тебе не нравилось. А сейчас очень даже. Вкус сформировался. Мам, а ты почему меня музыки не учила? Ай, музыкалку водить времени не было. Работала, крутилась. А частные уроки не тянула. Деньгами всегда перебои, сам знаешь. Ну, да. Мам, я хочу учиться играть на гитаре. Дело хорошее. Я знаю, хорошие гитары очень дорогие. Но пока можно взять недорогую на первое время. Давай посмотрим. Подбери варианты. Окей. Так, кто это в такое время? Мама, ну, проходи. Доченька. Мама, ну ты же, ты же в Италии. Ты же с Виталиком. Все, кончено. Я с ним и развожусь. Как уже? Он изменил меня. Представляешь? Он изменил мне. Ой, мамочка. Доченька, у меня нет никого, кроме тебя и Никиты. Мне так нужна твоя поддержка. Ой, мамочка. Ты всегда вспоминаешь о нас, когда у тебя очередной фиаско на личном фронте. Ты же жестокая. Ба? Не ба, Жанна. Здравствуй, зайчик. Зайчик у шестнадцати вообще-то. Для меня ты всегда малыш. Ну все, ба. Так, а что это у вас за склад обуви? Ну, ребята, ну если вы не носите, нужно сложить в коробке. Ну что это? Он все время пялился на местных итальянах, восхищался ими, а я чувствовал себя идиоткой. Но это не важно. Марина, мясо жесткое, нужно подержать под крышкой. Мама, рассказывай. Что рассказывать? Застала его в соседнем номере с теткой в постели. Наверное, лет тридцать. Ну ты же знаешь, они там все делают операции, может быть и больше. Мам, может, стоит поискать ровесника? Все-таки восемнадцать лет – большая разница. Я выгляжу лучше тебя. Мне там все мужчины делали комплименты. Так кто ж итальянцы? Ты просто завидуешь, потому что я три раза была замужем, а ты ни одного. Три раза и все удачно. Не иронизируй. Да. Я пользуюсь популярностью, потому что я слежу за собой, потому что я женщина, а не мужик. А ты запустила и себя, и свою жизнь. Чаю налить? Да. И у тебя никаких перспектив, если ты не изменишься вот так. Сейчас принесу варенье с балкона. Варенье не поможет, я на диете. Так и знай. Ой, мама. Знаешь, ты лучше бери отпуск и подальше отсюда, иначе она тебя замордует. Не могу. Я уже на лето подписала. К тому же деньги нужны. Катя, одолжи мне, кстати, а. Хочешь себе что-то купить? Давно пора. Гитару Никите. Когда ты будешь покупать что-нибудь для себя? Учишь тебя, учишь. Себе завтра? Да, конечно. Катя, я на свидание иду. Ну, наконец-то. А что наденешь? Еще не думала. Да, котик. Уже бегу, готова. Милая моя, надо жить для себя, пока пользуешься спросом. Так что давай деньги в сейфе. Бросаешь меня? Сама все, пользуйся шкафом. Возьми себе что-нибудь поярче, не из медицинского набора. Я побежала. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Катька где? У меня с потолка капает. Ну вот, так и есть. Кран забыла закрыть. Еще и горячее. А вы что, не слышите, что вода сечет? Музыка? Музыка у них. А мне потом ремонт делать? Да я два года назад потолок белила. И что теперь? Все в разводах. Навела Катька подружек своих профурсеток. Вот и результат. Мария Васильевна, вы в своем уме? Мария Васильевна, это вы? Ух ты. Ах, простите, ради бога, не узнала. Вы это, шикарно выглядите. Вам так идет? Ну, что так рано? Ты могла бы еще спать? Не могла. Потому что ты с самого утра гремишь сковородками. Ёбка вроде ничего. Худеть надо. А ты с утра вон наяриваешь блинчики. Посмотри на свои руки. Маникюр надо делать, Марина. Маникюр. И на голове просто воронье гнездо. Стрижка нужна в твоем возрасте, стильная. Мама, я думала, что я неплохо выгляжу. Но смотря для чего, для работы сойдет. Мам, а ты можешь оставить свою критику при себе? Не могу, потому что я переживаю за тебя. И вообще, пора мне за тебя браться. Нет, только не это. Не надо за меня браться. Я уж как-нибудь сама разберусь. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Ух ты, мам, круто выглядишь. И прическа у тебя новая. Лично я не вижу ничего крутого. Ну, я в ванную. Сейчас будем завтракать. Так. Вкусно пахнет. Можешь выбирать гитару. Но, конечно, в рамках разумного. Ма, спасибо тебе. Марина Алексеевна, день добрый. Отлично выглядите. Спасибо. Здравствуйте. Доброе утро. Марина! Ну, вот. Другое дело. Тогда несколько слов о кандидате. Его зовут Леонид. Он из эмигрантов и давно живет в Германии. Зоя, давай потом, а? Мне на вызов. Ну, тогда просто запомни. Шесть часов вечера. Кафе «Бристоль». Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Встретьте меня. Здравствуйте. Я к Борису Закольскому по вызову. Ну, да. К нему теперь можно только по вызову. Что, простите? Ничего. А где руки можно помыть? Здесь. Здесь. А Борис здесь. Спасибо, поняла. Открыто входите. Это вы? А я смотрю, собака знакомая. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Закольский? Да, проходите. Что у вас случилось? Вы меня раньше не вызывали? Ну, я раньше не болел. Давление, наверное, подскочило. Голова кругом. Там червички красные перед глазами. Выпилили, понервничали? Я не пью. Какое для вас нормальное давление? Норма, она и есть норма. 120 на 80. Так, 180 на 110. Давайте я вас уколю. Попьете гипотензивное. Ну, и надо обследоваться, выяснить, что происходит. Работайте кулаком. Зажмите. Вы что, уколов боитесь? Больно? Тяжелая у вас рука. Неправда. Надо расслабиться, не зажимать руку. Никто из моих больных еще не жаловался. Ну, значит, я буду первый. Они просто боятся вас обидеть. Зато вы не боитесь. Да, я просто шучу. Какая же вы странная женщина. А я не женщина. Я врач. Ну, это верно. Ну, знаете. Да, ну, я же не это имел в виду. Да, я просто пошутил. Пошутила. Ваш рецепт. Женщина, господи, убилась. Ну, вот и все. Вы как? Ну, вот и все. Ну, коленка не беда. Жива, гвалная. Ну, встаем, встаем. Ой, больная моя коленка. Аккуратнее. Ну, ничего, до свадьбы заживет. Ой, держитесь. Держите вашу сумку. Ну, что, ты у нас теперь будешь изображать больного, да? Что значит изображать? Ну, не хочешь разъезжаться, так так и скажи. Ты серьезно? Ты считаешь, меня устраивает жизнь в коммуналке? Так подбирай себе жилье. Сколько можно уже? Пока нормальных предложений нет. Послушай, а может ты переедешь к своему этому новому перспективному супругу, а? Слушай, давай ты не будешь указывать, что мне делать. Понял? Уехать и оставить тебе эти хоромы? Одному? Вместе с собакой? Хоромы. А ты с ним, значит, в будке жить собираешься? Или у него все-таки есть нормальное жилье? Не твое дело. Нет уж мое. Иначе мы с тобой так никогда не разъедемся. Или ты собираешься его привезти сюда и устроить здесь коммуналку? Ничего я не хочу устраивать. Я просто хочу жить, а ты меня душишь! Боже, я сейчас перейду от слов к делу. Ты что, совсем осатанил? Практически. Или мы с тобой продадим эту дачу и получим две полноценные квартиры, или я за себя не отвечаю. Ладно, успокойся. Поеду на дачу. Доволен? Ну вот видишь, с тобой, оказывается, можно договариваться. Придурок! Слышишь? Обзывается. Да, Зой. Ты уже в кафе? Уже встретились? Да какое там? Я в таком виде. Упала вся мокрая, юбка порвана. Господи, ну как же так, Марина? Собралась на свидание раз в пятилетку. Даже не думай. Иди в любом виде. Это уникальный случай, единственный такой экземпляр, не будет другого шанса. А я воспринимаю то, что случилось, как знак. Бог отводит. Значит, мне это не нужно. Бог отводит, а я свожу. Надо, Марина, тебе это, надо. Зой, извини, но нет, я не пойду. И мне вообще все это... Марина! В общем, извини. Ну, как знаешь. Все, пока. Пока. Марина! Добрый вечер. Добрый. Я вас слушаю. Меня ждут. Так. Уникальный экземпляр. Добрый вечер. Вы Леонид? Марина. Очень приятно. Так я с работы и очень хочу есть. Конечно, конечно. Я так разнакомствую. С той столько говорила хорошего. Вот меню. Очень вкусные котлеты по-киевски. Салатики разные. А давайте все. Официант! Слушай, я не поняла. А где твоя мать? Вроде шла домой. Ба, откуда я знаю? Я просила называть меня по имени. Просто странно. Я звоню, звоню. Она не отвечает. Ба, ой, Жанна. Она не маленький ребенок. Придет. Она может быть и не маленький ребенок. Только в доме у нее маленький ребенок без присмотра. Это ты про меня? Ну ты даешь. И почему же без присмотра? Ты же со мной. Она мать. Должна за тобой следить. Как? Нос мне вытирать, попу мыть. Мне 16 лет. Я лоб здоровый. Ты чего? А ты не кричи на меня. Ба, мы снова сейчас поссоримся. Я занимаюсь. Ты мне мешаешь. И маме не звони. У нее своя жизнь. Не вмешивайся. Ну ясно. То есть я лишняя. Я никому не нужна. Я вообще для вас не авторитет. Со мной можно даже не разговаривать. Начинается. Ба, дай жизни. Да какая там жизнь. Ношусь целыми днями. А эти сколько у меня пациентов. Не сосчитать. А могла бы делать научную карьеру. Спасибо. Да, давно могла бы быть кандидатская. А я кардиолог. Работала в научном центре у профессора Диля. Это прекрасно. Вы были замужем? Никогда. Но у меня есть сын. Заканчивает школу. Пока непонятно куда дальше, но я не давлю. Это очень, очень мудро. Не надо давить на детей. А у вас есть дети? Нет, к сожалению. Я был женат на немки. А они, в смысле немки, не очень чадолюбивые. Она планировала ребенка, но постоянно откладывала. Именно поэтому я и решил жениться на соотечественнице. Я готов предоставить все условия. Готов уйти в Германию. У меня прекрасный дом. Небольшой, но стабильный бизнес. Бизнес — это замечательно. Вот. Вот и я так думаю. А стабильность еще лучше. А давайте за стабильность. А давайте. Марина, вы такая открытая и непосредственная. Это я вам еще не пела. И стихи на табуретке не читала. И не танцевала. Это я с удовольствием. Это я с удовольствием. Отбой. Танец переносится. Марина, мы приехали. Просыпайтесь. А-а-а. Извините. Извините. Устала. Работа. И сегодня я, наверное, зря выпила. Что вы? Все в порядке. Вы были так непосредственные, так эмоциональные. Мне очень не хватает этой открытости. Спасибо за чудесный вечер. Это вам спасибо. Было вкусно и весело. До свидания. Я вам позвоню? Хорошо. Ну, звоните. Мам. Явилась? Марина, ты что, пила? Так, ну ясно. Откуда у ребёнка воспитание, если мать является домой в таком, мягко говоря, потёртом виде? Это не важно. И в таком виде я женщина. О! Да, понятно. Даже с коленкой. Вот так. Добрый вечер. Здравствуй. Марина? Ты пей чай, пей, сейчас полегчает. Голова кружится. Понятно, с непривычки то. Давай рассказывай, как он? Ты уже узнала, он хоть с деньгами? Бизнес у него свой. Дом. Ага. Вроде. Вот так он говорил. Разведён, дети есть? Нет, детей нет. Симпатичный? Обычный. А ты что хотела, чтобы он был Джеймс Бонд? Главное, он живёт в Германии. Мне интересно. Просто нравится. Ты собралась в Германию и мне ни слова, да? Ты хочешь бросить меня здесь? Мама. Ещё никто никуда не собирается. Возьми меня с собой. Мама! Я так и знала, что закончу свою жизнь в доме для престарелых. А ты в это время будешь развлекаться в Баден-Бадене. Я рехнусь. Ты не понимаешь, его так увлекла твоя активность, твоя непосредственность, Марина. Он просто размазан. Зоя, не стрякачи. У меня голова раскалывается. Ты должна воспользоваться этим шансом и уехать. А там новая жизнь, другие люди. Вы как с ним договорились? Честно говоря, я не помню. Ну, ты с ума сошла? Марин! Зови следующего. Погоди. Может, ещё с Леонидом всё выгорит? Я вот тут подумала… Зоя, я про пациента следующего. Подумала она. Всё равно от меня не отмахнёшься. Немца берём в плен. Неделя и он наш. Вот увидишь. Следующий. Вам больничный? Нет, больничный мне не нужен. Я с вами повоевать пришёл. Ну, знаете, я с вами воевать не намерена. Да. А я думал, вы настоящая амазонка. Немцев, значит, в плен берёте, а наши не годятся. Очень смешно. А вы за немцев-то не переживайте. Да и за наших тоже. Я вообще-то поблагодарить пришёл. Мне уже намного лучше. Угу. Я вижу. И ещё хотел извиниться. Я в прошлый раз как-то неудачно пошутил. Знаете, а у вас и сегодня неудачно получилось. Угу. Может, вам вообще перестать шутить? Ну, если вам уже лучше могли бы не приходить, зачем сидеть в очереди? Пейте таблетки. А без ваших извинений я обойдусь. Я понимаю, вы обижены. Может, я как-то не так выразился? Может. Вы мне тогда, когда на нас эта сумасшедшая тётка собачницы налетела, так ничего ей не дали сказать. Но это вы же её укусили, а не она вас. В смысле, собака. Собака, кстати, переживает, когда кричат. Я тоже. Деликатное у вас нервное устройство. Ну уж какое есть. Я хотел сказать, что, конечно, вы женщина. Но? Что но? Это вы сказали. Но? Ничего подобного. Я сказал, что вы женщина. Знаете, я в курсе. У меня об этом даже в паспорте написано. Как же с вами тяжело разговаривать. А не надо разговаривать. Пейте таблетки, выполняйте предписание. Так, у меня полный коридор народа, и мне некогда выслушивать всех от Адама и Евы. У меня приём. Если это всё, идите. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Спасибо вам, Леонид. Очень мило. Вы настоящий мужчина, вы умеете сделать приятное женщине. Они чудесные. Вы, наверное, хотите спросить, когда мы с вами увидимся? Да, да, да. Буду очень рад. А давайте послезавтра вечером в нашем кафе Бристоль. Ладно. Бристоль — отличное место для немецких военнопленных. Чёрт! Что? Уже сломал новую вещь. Ба, не грузи, я разберусь. Разберёшься. Конечно. Зачем тебе гитара? Ну, нафига она тебе нужна? Ты что, хочешь быть музыкантом? Уличным? Блин, ну вот скажи мне, что ты всем мозг взрываешь? Потому что нужно решать, кем ты будешь, Никита. Вот прямо сейчас решать. Срочно. А тебе уже шестнадцать лет. Давай, определяйся, кто ты. Инженер, менеджер, управляющий, не знаю, журналист. Гастарбайтер. Ба, Жан. Я ушёл. Куда? Определяться. Весь в деда. Ой, Катюха, у меня времени в обрез. Сорок минут до приёма. Ничего, успеешь. Я заказала наши любимые пирожные и американо. Вот за это спасибо. Голова прошла? Не знаю. Работа отвлекает. Вроде уже не болит. Марина, это не смешно. Надо как-то серьёзней быть. Это ж твоя жизнь. Может, даже судьба решается. А ты ржёшь. Судьба? Ты про немецкого бюргера местного разлива? Марина, не начинай. Приди в себя. Подожди. Может, ты до сих пор своего Георгия ждёшь? Кого? Ты с ума сошла? Уже столько лет прошло, я и думать о нём забыла. Ой, тогда не понимаю. Что тебя напрягает? Кать, ну? Ну ты же лучше меня знаешь. Мужчина должен зажигать, понимаешь? Ублекать, будоражить. А я вчера весь вечер как на арене. А он сидит и в рот мне смотрит. Потому что это первое свидание. Не нужно делать поспешных выводов. Да? А ты знаешь, что говорят психологи? Что? Мы человека считываем первые несколько секунд. Дальше уже игра ума. И знаешь, какой первый маркер? Какой? Голос. Голос человека должен нравиться. И смех. А он не смеётся, он булькает. Спасибо. Кать, если мне суждено его встретить, я встречу. А все эти организованные свидания… Ой, не верю я в это. И в интернет не верю. Всё должно быть в реальности. Человека надо видеть, чувствовать. Мариш, ну ты очень несовременная. Мир-то давно изменился. Мир изменился. А женщины нет. Они продолжают хотеть любви. Здравствуйте. Вы Борис? Допустим, и что? Мне ваш адрес в магазине дали. Продавец дал. Он сказал, вы можете помочь. Нет, я такими инструментами не занимаюсь. А какими занимаетесь? Старинными, раритетными. Я их реставрирую и восстанавливаю. А это нет. Что там у тебя? Да вот, колок. Делов-то. Заходи. Посмотрим твой колок. Идём. Ух ты, какой пёс! Как тебя зовут? Лайма её зовут. Присядь, давай гитару. А вы роком увлекаетесь? Я много чем увлекаюсь. Я звук люблю. Голоса, знаешь? У людей есть голоса. У инструментов они тоже есть. По голосу человека можно сразу определить, человек хороший или так себе. Как и по голосу инструмента. Да ладно. Что, разве не бывает козлов с красивыми голосами? Бывают, конечно. Только дело в оттенках. Смотри. Вот это дешёвый инструмент, клеенный. Он не звучит, не резонирует. Окраски нет, слышишь? Честно, нет. Я никогда не учился музыке. Так, купил гитару, хочу научиться. Понятно. Ну, тогда от тебя это потребует терпения и настойчивости. Если у тебя есть слух, то будет проще. Хотя слух, он, конечно, есть у всех. Просто у кого-то развит, а у кого-то нет. Ух ты, а вы гитарист? Погоди, послушай. И вот это. Разницу слышишь? Конечно. Ну, значит, всё не так плохо. Офигеть, я даже не думал, что можно так играть. Да ладно, это я раньше играл. А теперь... Теперь всё. После того, как связки на руке порвал, больше серьёзно играть не могу. Так, побрончать, да. А так, что профессионально, серьёзно, то уже никак. Научите меня, пожалуйста. Да ладно, какой из меня учитель, ты что? Ну, пожалуйста, хоть несколько уроков. Мне это очень нужно, я заплачу. Девушек хочешь очаровывать? Девушку. Да, это работает. Хорошо, дам тебе азы. Только придётся заниматься, иначе по-другому работать с тобой не буду. Договорились? И так, чтоб без обед. Да, я готов, готов. Тебя как зовут? Никита. Садись, бери гитару. Оставь свою, бери нормальную. Мне? Можно? Говорю же, бери. Учиться нужно на хорошем. Смотри, вот это лады. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Привет, мам. А где Никита? Убежал, схватил гитару, исчез. Угу. Да. Цветы — это хорошо, но хотелось бы других знаков внимания от мужчин. Например? Например. Ну вот, подарок Виталика. На вторую неделю знакомства. Угу. Бриллианты, между прочим. Ну, значит, я не та женщина, которой дарят бриллианты. Ты просто производишь впечатление слишком самодостаточной женщины, которой как-то даже неприлично что-то дарить. А что ты предлагаешь? Намекать типа «Очень нужны серёжки». Не юродствуй. Ты должна показывать, что ты мягкая, слабая, что ты нуждаешься в заботе, а не я сама, сама. Марин. Ой, мама, эту науку мне не одолеть. Это не сложно. Но ты должна усвоить главное. Твоё недозамужество — это дефект и серьёзный. Женщина хотя бы однажды должна побывать замужем. Кто это сказал? Я сказала. А ты? Ты… Полуженщина. Ты ни разу там не была. Замужем. А я туда и не хочу. Вот где зарыта собака. Ты куда пошла? Я в магазин. Я вспомнила, у нас нет сметаны. Вот вся в отца. Бабушка, у вас не хватает. Ой, как же это? Нога не хватает. Двадцать гривен. Может, пирожные уберём? Погоди. Я сейчас. Девушка, возьмите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, сынок. Давайте помогу донести. Тяжело же. А вам нельзя. У вас давление. Ну, я мужчина, а вы всё-таки женщина. Неужели? Наконец разглядели? А где же ваш плен на немец? Почему вы сама такие тяжести таскаете? А вы что, ко мне клеитесь, что ли? Да, а что? Да, я не замужем. И ничего. Я в таком случае женщина с дефектом. Так, по-вашему? Почему с дефектом? Слушайте, дайте сумку. Не нужно, я сама. Я сама. Сама. Отдай. Ну почему? Ну почему от вас одни проблемы? Каждый раз что-нибудь происходит. Вы ещё смеётесь, что ли? Вы... Вы просто... Просто хам. Ох, какая же вы нервная. Перестаньте. Только вы отрёте, что вы делаете? Станешь тут нервной. Не могу же я в таком виде домой идти. Мама опять мне мозг вынесет. Так, я понял. Идёмте ко мне, я всё исправлю. Пошли. А как же ваша жена? Жена? Жена до пятницы на даче. Пошли. И вы думаете, мы до пятницы успеем? Что? Вывести пятна. Ну, я буду очень стараться. Вот вы смешная. Это вы юморист. Вот так. Вот так. Ну вот. Никаких следов. Высохнет, будет как новое. Ну хорошо. Вам холодно? Давайте чай сделаю. Ага. Или, может, что-нибудь покрепче. Давайте покрепче. Сейчас найду. Клепка. Ага. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok